здрасте друзья вы находитесь на youtube канале проекта gadgetmход.ru и сегодня у нас на обзоре середняк от сяоми да середняки сейчас обладают full hd экранами мощным чипсетом тем не менее это середняк и так встречайте сяоми mi4i и с точкой которой начнем как обычно с распаковки поехали коробочка стандартного бумажного цвета невыбеленной бумаги толстый картон наклеечка сзади с техническими характеристиками акцизная марка mi открываем плотный картон открывается туго достаточно внутри вуаля сам смартфон 5 дюймовик середнячок от сяоми сяоми mi4i помимо смартфона естественно будет минимальный набор какой-то он себя включает ну куда же без этого документация в отдельном конвертике и скрепочка для лотка sim карты три бумаженцы стандарт ничего нового далее юсби микро юсби кабель запакованы здесь не юсби тайп си здесь классический микро юсби поэтому наслаждаемся пока еще смартфончики идут с юсби микро юсби но потихоньку переходим на юсби тайп си и блок зарядного устройства сразу же с российским переходником потому что у наших партнеров мобилка spb.ru переходник идет бесплатно в комплекте такой вот блочок ну и все картоночка все остальное пусто больше ничего нету давайте пробежимся по внешним управляющим элементом сяоми mi4i посмотрим где что находится и так на верхнем торце у нас стандартно находится мини джек для наушников и гарнитуры на правом торце две кнопочки качелька регулировки громкости звука а также кнопка включения выключения смартфона на нижнем торце только микро юсби порт на левом торце лоток для двух микросим карт на передней панели все стандартно основную площадь занимает экран над экраном находится также стандартно основной разговорный динамик фронтальная камера и датчики плюс еще логотип не на нижней панельки находится три тач кнопки список запущенных приложений домой и назад на задней панельки все так же стандартно она пластмассовая такой шероховатый матовый пластик как в htc one x и основная камера сдвоенная светодиодная вспышка логотип me и основной мультимедийный динамик дизайн мне очень понравился этот хороший достаточно матовый пластик по ощущениям и телефон тоненький он получился тоньше чем его предшественник флагман сяоми не 4 да и по размерам получился чуть чуть поменьше он пониже буквально на миллиметр ширину ширину он пошире буквально опять же на миллиметр чем сяоми 4 и в толщину где-то на пол миллиметра уже у сяоми 4 задняя лодочка такая выпуклая то есть не ровно а выпирающая а уме 4i плоская стеночка что мне очень понравилось камера не торчит это очень большой плюс ибо я не люблю торчащие камеры они портят весь вид то есть здесь все с этим очень даже хорошо корпус полностью пластмассовый об этом уже говорил здесь нет никакого не металла ничего подобного никаких то других композитных материалов то есть пластик и все голый пластик все очень клёво очень все хорошо подогнано и маленькие рамочки что позволило сделать смартфон не таким большим но как всем и 4 и так небольшой смартфон 5 дюймов здесь тоже 5 дюймов он получился меньше с точки зрения технических характеристик смартфон является не то чтобы даже середняком а нечто близко к флагманским решением потому что стоит snapdragon 615 очень мощный чипсет и экран full hd 5 дюймов full hd экран 2 гигабайта памяти 16 или 32 гигабайта постоянной памяти расширить нельзя micro sd поддержки нет аккумулятор имеет емкость 3120 миллиампер часов и естественно есть поддержка lte и двух sim карт все остальные характеристики более детально можно посмотреть на сайте gadgetmkot.ru в текстовой версии этого обзора предлагаю перейти к производительности посмотреть что смартфон показал синтетических тестах и в играх естественно тесты я провел заранее вот сохранил скриншоты что показывает antutu antutu показывает 34494 да это не 40000 но честно говоря это очень высокий результат потому что 600 snapdragon показывает 20 чем-то тысячи даже на нем ничего вообще не тормозит то есть предшественник этого чипсета например мой аппарат lg optimus g pro работает на 600 вообще ничего не тормозит 34000 с половиной грубо говоря очень высокий результат едем далее по графике на на марк 2 показал 59,9 фрейма в секунду что соответствует флагманскому показателю с графикой все шикарно здесь стоит adreno 405 а вот epic citadel не показал флагманский результат он показал середняковый результат напомню дисплей full hd adreno 405 графика и показания epic это 46,7 кадров в секунду игрушка clash of clans не тормозит ни в коем случае она нигде не тормозит прикольная игрушка как обычно все здесь не хорошо итак одна из моих любимых игр real racing 3 позволяющие очень хорошо увидеть в динамике работу графики но вот уже по заставочке видно что подлагивание под торможение есть не плавно честно признаюсь то есть adreno 405 что-то странное творит не должно было быть такого но по крайней мере на заставке это видно давайте на трассе посмотрим будет ли это о да привет подлагивание под торможение не идеально скажу вам далеко не идеально до едет играть можно но как-то все очень дискретно так как будто доктор выполняющий операцию дрожащими руками после попойки доктор house в общем не идеально далеко не идеально то есть есть подлагивание без всякого сарказма действительно они здесь есть пути чипсет этого не должен был показывать 2 гига оперативки adreno 405 восьмиядерный процессор не знаю почему но сейчас вот получше или я уже привык этим подлагиванием в общем не идеально мой вердикт ну и куда же без асфальта 8 некоторые обзорчики тестируют только одно из этих игр либо real racing 3 либо асфальт 8 мы на гаджетом ход тестируем обе игры для того чтобы получить более комплексный подход и увидеть более четко картину вообще производительность устройства по знаете в асфальте как-то все идеально можно сказать в чем-то рел рейсинге все плохо скажем так для этого чипсета я поняла был бы какой-то старый древний мтк не здесь вроде qualcomm вроде практически флагманский чипсет то есть он же стоял на зато и нубе за 9 мини там как-то все поприличнее было честно признаюсь здесь не знаю почему у сяоми real racing 3 тормозит с асфальтом повторюсь великолепно очень клево все ничего не тормозит все летает очень хорошо ездит посмотрим какой результат покажет у нас стрелялка dead trigger 2 в прошлых обзорах я показывал стрелял канкилт от тех же разработчиков над finger games но честно говоря мне стрелялка анкилт перестала нравиться по одной простой причине там нет сохранения своего статуса то есть я постоянно меняю смартфоны потому что обозревают один то другой и все время проходить игру сначала до того момента когда уже не выскакит подсказки это где-то минут 40 игры надоедает честно то есть когда они сделают сохранение профиля тогда будет нормально сейчас пока удовлетворимся dead trigger вторым здесь нормальное сохранение нормально аккаунт у меня уже прокачены ну как видите в принципе в принципе тормозов нет изредка какие-то очень-очень редко непонятные какие-то подлагивания есть так в принципе играбельно и эти подлаги не проявляются достаточно редко по итогу запуска бейшмарков и тестированию игр скажу следующее несмотря на то что здесь стоит достаточно мощный чипсет qualcomm snapdragon 615 в играх этот смартфон показал себя не разу не отлично то есть показал себя как середня который очень сильно напрягается тянуть это full hd разрешение хотя я честно говоря такого результата не ожидал потому что у нас уже был смартфон зате ну без 9 mini на обзоре у которого абсолютно такое же внутреннее содержимое тот же самый чипсет и там все было получше в этом отношении получше и еще такой хочу отметить момент все таки бенчмарк epic citadel который показал не флагманский результат он вы знаете сделал это как воду глядел точно то есть на на марк который показал что смартфон является флагманом суперпроизводительным оказался не прав а вот epic citadel это круто то есть ребята которые разработали unreal engine они все-таки больше рубят в производительности чем ребята которые разработали бенчмарк на марк 2 это я для себя такой сделал вывод поэтому я теперь это очень сильно доверяю после проведенных тестов касательно приложение в принципе интерфейс не тормозит все достаточно быстро бегает и но здесь никаких сложностей то есть если вы в игры не играете то проблем не будет одним из важных моментов любого смартфона современного является конечно же его камера основная камера как она снимает хорошо она это делает или не очень хорошо естественно мы в гаджет мхо точка ру все это проверили детально на основе сравнения с фото возможностями xiaomi 4 почему xiaomi 4 потому что xiaomi 4 уже пару лет фотографировал ну не пару лет проверяю каждый года полтора фотографирует и побеждает очень редко проигрывает в фото битвах последнее обновление прошивки сами 4 вывел его опять на первое место то есть он проигрывал своему более старшему брату xiaomi note но после того как я обновил ему прошивку он стал опять на первое место в рейтинге и сразившись с xiaomi mi 4i вот с этим гаджетом результат фото битвы показал что снимают они практически одинаково только вот у ми 4i чуть более фиолетовое небо ну как фиолетовое но чуть более синие с уходом фиолетовое но не фиолетовое это важный момент потому что когда небо фиолетовое это ошибка когда небо синяя глубоко синяя но не фиолетовое это не ошибка это просто оттенок неба который уходит в сторону глубокой синевы то есть в фиолетовый уходит а у xiaomi mi 4 у него небо все-таки более голубое что соответствует действительности на самом деле потому что более голубое небо на самом деле является натуральным нежели более синяя такой в фиолетовый уход небо на то есть сняли без ошибок оба но здесь чуть более глубокий синий цвет небо не натуральные поэтому я отдал предпочтение xiaomi mi 4 хотя ну глаза у всех разные некоторые могут сказать что и здесь картинка вполне натуральная то есть и глаз видит именно так но мой глаз видит все-таки небо голубым что касается дисплея то это full hd 5 дюймов здесь просто без каких-либо нареканий все великолепно любой глаз даже самый придирчивый будет доволен здесь ну просто я обожаю такие дисплеи от full hd на маленьких диагоналях не на планшетных диагоналях там 10 дюймов 8 дюймов а до 6 дюймов full hd великолепно даже наверно до пяти с половиной дюймов что касается звукосвязи звук отличный отлично можно слушать музло совершенно спокойно давайте я вам продемонстрирую как это все выглядит идем в аудиозаписи здесь у меня очень много треков ну возьмем сохраненным допустим переделку от джона громкий звук мощный достаточно громкий звук мощный 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 звук мощ Продолжение следует... 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 это Helio X10, то есть там с играми вообще никаких проблем нет. Там тоже Full HD, 5,5 дюймов и стоит дешевле, на несколько тысяч рублей. Так что мое резюме, если вы не играете в игры, для всего остального смартфон идеален, кроме игр. Видите, вот такая подстава произошла с Real Racing 3, к сожалению, слил смартфон по производительности, ну вот, не предугадаешь, что называется. Спасибо, что смотрели это видео, надеюсь, обзор был полезен для вас. Смотрите, и дальше, видяшки, которые будут появляться, обзоры. Оставайтесь всегда со мной, я всегда с вами. Надеюсь, вы подписались на канал, заходите на сайт, читайте периодически, потому что для меня это важно, для развития проекта это важно, не забывайте. С вами был Алексей Добровольский, увидимся в следующих видео. До новых встреч, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова